Всем привет дорогие друзья, с вами Саня и Мастерская, с вами с ключами. Сегодня у нас на повестке дня настройка сигнализации. Сигнализация простейшая, это сигнализация Mangust 800. Я в интернете не нашел ни одного ролика, во-первых, в принципе о настройке сигнализации, но практически все автосигнализаторы настраиваются одинаково. Разница бывает только в мелочах, но скорее всего эти мелочи будут у вас в инструкции указаны. То есть, если у вас инструкции нет, то есть купили вы ее вместе с машиной, лезем в интернет и смотрим инструкцию. Инструкция, в принципе, обычно очень простая. И нам нужна вот эта таблица. В этой таблице указано, какой у нас сигнал, на что влияет и в какое время он должен быть настроен. Тут, в принципе, довольно все просто, но давайте все это дело сделаем. Нам нужно единственное что, это вот при постановке на охрану, при пассивной установке на охрану, запираются двери автоматически. Они по стандарту, по регламенту с завода, это включено. Нам надо это дело выключить. В принципе, это сделать очень просто. Поехали. Итак, давайте начнем программировать. Для начала нам надо зайти в само программирование нашей системы. В принципе, зайти довольно просто. Сейчас продемонстрирую. То есть, включаем зажигание, нажимаем на кнопку один раз. Выключаем зажигание. Снова включаем. Жмем один раз. Выключаем. Слышали один сигнал. Это значит, она перешла в режим программирования. Снова включаем. Нажимаем на кнопку закрыть двери. Выключаем зажигание. Все, мы в режиме программирования. Дальше уходит у нас таблица. В таблице у нас есть от одного до трех. Нам надо первое. То есть, нажимаем один раз. Есть. То есть, мы в разделе один. Выключаем зажигание. Включаем снова. В режиме один. Первое у нас. Нажимаем один раз. Функция выключена. Нажимаем второй раз. Функция включена. Нажимаем третий раз. Функция включена. Третий раз это функция самозапирания дверей. Нажимаем на кнопку открыть двери. Это отключает у нас функцию. Все, теперь у нас функция отключена. И теперь при самопостановке на охрану сигнализация сама не закроет наши двери на машине Дальше выключаем зажигание, ждем несколько секунд, ну секунд допустим 10 И сигнализация сама выйдет снова в режим ожидания И дальше у нас уже можно проверять, то есть как проверяется Включаем зажигание Куда ты, что развалилась? Выключаем зажигание Запираем машину Есть, машина закрылась Дальше открываем машину Все, сейчас заморгает быстрая лампочка Это значит, что она через 30 секунд, по-моему, встанет на охрану сама Если мы не включим зажигание или не откроем дверь Любую из дверей, если мы открываем, то самопостановка на охрану снимется Сейчас ждем То есть вот у нас встала на охрану машина Но двери так и не закрылись Хотя двери у нас, если от пульта, отлично работают То есть при постановке на охрану двери сейчас сами не запираются А это уже хорошо Вот, то есть смотрите У нас снова включаем зажигание Чик, все, лампочка погасла Значит, автопостановки на охрану уже не будет Также при открывании любой двери Итак, дальше Если вы хотите какие-то другие функции изменить Точно так же при помощи нашей кнопки Мы выставляем, допустим, сначала один То есть мы вводимся снова в систему Программирование Включаем зажигание Один раз на кнопку Выключаем Включаем зажигание Второй раз на кнопку Выключаем Включаем зажигание Нажмем на кнопку 1 То есть на запирание Выключаем зажигание При следующем включении зажигания Мы уже войдем в режим программирования То есть включаем зажигание Дальше у нас один из трех вариантов То есть у нас цифра 1.1 1.2.1.3.1.4.1.5.1.6 Второе 2.1.2.2 2.2.2.3.2.4.2.5 И цифра 3 3.1.3.2.3.3.3 То есть нажимаем Допустим, захотим мы зайти во второй режим Нажимаем два раза При включенном зажигании Нажмем два раза Раз Два Выключаем зажигание Это мы вошли во второй режим Выключаем зажигание Снова включаем И тут уже у нас на выбор По-моему пять И точно так же смотрим на кнопку На сид То есть если функция включена Сид будет гореть Если функция выключена Сид будет темный Не горит Чтобы включить функцию Нажимаем кнопку 1 То есть запирание Чтобы отключить функцию Нажимаем кнопку 2 Это то есть открытие дверей Все очень просто То есть Если идем на нужный пункт Выходим Раз, два, три, четыре, пять Лампочка горит А нам ее надо погасить Нажимаем Сброс Лампочка гаснет И все Если хотите снова вернуться в то же меню Снова гасим Зажигание Снова включаем И снова выходим мы на режим Что Один Выходим на режим Один Один Два Один Три Один То есть нажимаем Допустим Нам надо кнопку Полностью сброс до заводских настроек Это цифра три Раз, два, три Выключаем зажигание Включаем зажигание И снова цифра три Раз, два, три Выключаем зажигание Ждем секунд по-моему 15 И просигналит нас сирена Там Ви-ви-ви-ви-ви И все Она полностью вернулась к заводским настройкам Если мы хотим настраивать под себя То точно так же при помощи этой же кнопки Кнопки Лампочки И обязательно звуковой сигнал Потому что ориентироваться можно только по звуковому сигналу Ни лампочки Ничего остальное Не будут работать В режиме программирования Только обязательно должны быть Лампочка Обязательно Гудок И обязательно Кнопочка Сида О, Сида, говорю Валят Ну в принципе и все Кому понравилось такое видео Ставим лайки Если что-то непонятно Пишем комментарии Ну в принципе и все Всем пока Удачи и два туза в раздаче Всем пока Пока